приветствую вас ребятишки так опять таки давненько я запускал уже хата но вроде бы все помню до оставились мы на хоринисе так с кем тут вообще надо говорить первым делом важной миссии на хоринисе самое важное задание заставить роду королю тогда заставить королю так это все понятно темные магии будный сын руда для короля требуется рудокопы но общем таких костов у нас нету все интересуют тут гоблины пираты будут на хоринисе ли они это так стати правда любопытно а это мы начинаем поход там не помните до острова с варанами помните сейчас я почему-то тут лагает почему-то хориниса локация еще прошлом выпуске это было помните его сейчас статья продолжают такие под тормозы будем надеюсь что не пройдут да я еще в прошлом выпуске про это подумал но походу да это есть этот остров с варанами там еще должна быть пещерка интересно этот гильдии воров надо сначала со всеми поговорил уже потом будем исследовать этот с работчика потом уже сам хоринис так вот еще на 1 гернота пожалуй ну что ж вот наконец и хоринис верно да поможет нам и нас что нам теперь делать нам необходимо выяснить что же произошло в хоринисе пока что мы узнали от маркира что орки захватили город но больше нам ничего не известно что что стало жителями что с паладинами выступил ли лорд хакен дальний рудников или же вернулся в город узнал что орки высадились хоринисе только после того как мы это все узнаем мы сможем обдумать наши дальнейшие действия где лорд хаген от воевания хориниса так и у нас новые квесты до от воевания хориниса портовый город хоринис был захвачен орками будет лучше слева от города есть пляж где встречались контрабандисты может попытать счастья там не лезть в город покажет короче говоря так где лорд хаген еще одну ящерицу загасили а еще мне ребятишки подсказали у насчет этого меча рудного помните мы делали да короче говоря надо было его да ты клинок делаешь а потом вот это как в первой готике ну и вообще типа как правильно это делается надо было потом вот там типа еще закалить потом в воде там что-то помочить до заточить в конце и тогда бы ты сделал бы трудный меч потом наверно знаете что наверно вот уровень падаем и наверное вот обучимся таки этому навыку посмотрим что там за рудный меч да так а вульфиас итак мы прибыли хоринис у тебя есть какие-нибудь советы для меня само собой если тебе понадобятся свитки или изделия обращайся ко мне поскольку тебе скорее всего придется много перемещаться по острову тебе нужно время но вот времени у нас как раз таки нету поэтому ты должен передвигаться так быстро как только возможно бы я есть собой рун на телепортации раньше навела в порт хориниса но я немного пока удавал над ней и теперь она ведет на этот остров вот возьмите урону береги ее ты уверен что на принесут ли на этот остров ну более или менее мои расчеты могут быть только приблизительными поскольку точных данных у меня нет спасибо тебе то есть если я как вариант могу указаться посадить от моря или толпы орков нет не думаю ты перенесешься над остров и будет лучше если ты спрашиваешь телепорт прямо сейчас так покажи мне свои товары у него все тяжелый арбалет о но это надо 120 силы на общем-то запомнить да так болты лечение одержимости так у него зелить дофига но свитков его таких нету то есть что вот превращение в кровавого муха давайте возьмем пару штук да так то вот мензурок давай у него на купим всех а так то при собрать то у него и нечего дать продал ему на 1 сразу военный топор то потом эти все крашураки краш залуп уроки вот стрелы на кой хер они нам нужны это такой хлам продали и отлично так зачем нам дал до хранить его и нас он нам дал кой там до камень телепортации так забавный момент да то есть то точно никто не может сказать куда он ведет и это правда довольно таки прикольно подписан как острову с варанами но я так тоже так думаю на боксах еще прикольно видите ли пару телепорт в каждой локации он по уникальному выглядели да вот а то нас вот такие вот камушки а дар вас вот такие вот голубенькие на тамаре а в хорисе как а ну как было в оригинале рунные камни телепортации да я думаю что скорее всего он приведет вас не на этот остров а наверное да в какую-то жопу но это прикольно кстати на самом деле такое я люблю блин уже охота поисследовать а тут еще есть придуркин давайте еще по и говорим может быть и ночью-то расскажут хотя конечно хотя что гарольд об этом уже спасти это ну понятно да он у нас может потренировать гарольд мартина лютер кинха ну вот ты и снова в харине седа и теперь я там щелоком за то что они сделали своими товарищами отомстишь ведь все его рассказал бы пидарю облить до ночи хуев тогда надо все в порядке кто знает мы должны быть предельно осторожно чтобы орки нас здесь не обнаружили ты думаешь что тут мы не безопасности откуда мне знать лучше спросил у эрнста он вас из порта не сводит ой там был ты можешь не помочь конечно идем а он опять-таки он может меня с собой брать поведение в бою а что там оборонительная наступательная офигеть так ладно ты мне больше не нужен хорошо тогда вернусь сюда да это был забавный момент то есть ты ему можно жить по как стратегию выбирать оборонителя наступательное поведение в бою вообще любопытно будет как-то его потом с собой таки взять наверно куда-нибудь и чисто по приколу посмотреть что это означает до оборонителя наступать но хотя по идее ясно наверное наступательно это когда он на всех агрится до на всех подряд оборонительно это наверное когда он только защищается да там то есть на него агресса он типа как бы как бы дерется там до защищает себя и меня то есть не агресса на всех подряд то есть наверно как-то в этом роде да просто интересно как они-то реализовали работает ли это так как должно я просто в этом немножко сомневаюсь Так, ну и тут у нас Хоук А, вот, кстати, Хоук, можно у него, пожалуйста, обучиться Да, если что еще Как только очки обучения забудь Уже не надо будет возвращаться на корабль Ну, это тоже, короче, тут все учителя, но это монстры Поэтому, хочешь не хочешь Наверное, все-таки нам потом придется проверить этот камень телепортации Потому что не будешь все время так сюда бегать Ну, а ты откуда взялся, братишка? Да еще и двое, нифига себе Откуда они взялись? Трое, блядь Офигеть Дальше, я так и не понял То есть, откуда они взялись реально Никого, никого не будут Бабах сразу три барана А, они оттуда из пещеры вылазят Ага Тут и просто и сколько их там, а Все, хоть уже Да, вроде бы все Так, варанов перегасили, кстати, а что там до следующего уровня? Очень много нам Ой, пока что, да, четыре тысячи где-то около того Ой Да, ребятишки, я чуть маленько прихворал Может быть, будут тогда шмаркаться там Кашлять, чихать, ну вы поняли, да Я вечно, это помните, мультик был остров сокровищ, советский классный мультик такой И вот там вот говорили, вечно простужен, да, там, блядь, в досье Это вот прям про меня, я вот тоже практически вечно простужен А, это что-то ловушка, да, блин, я и забыл про нее О, кстати, мы как раз купили эту шишку, помните? Превращение в муху кровяную под семеркой Муха, 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 цикотуха Какого хуя? Я не понял, ёпты Муха, царда Вот эти вот темные посудники, да, это он там рассказал Ялторь Берец, извинили, мне прям даже хочется на это посмотреть Так А, нормально Я что-то, я, по-моему, раньше пролетал уже здесь с мухой Если я правильно помню, да, мы, по-моему, ничего такого не придумывали Просто брали, превращались в муху и все, и прилетали А тут что-то не прошла такая фишка Странно Так, ну что, такие все вещи собрали Давайте теперь Сундуки Пожалуй, пообыскиваем Да, нам это точно не повредит Так, вправо-влево-влево-вправо-влево Вправо-влево-влево-вправо-вправо-влево Вправо-влево-влево-вправо-вправо-вправо-вправо-влево 150 золотых золотой кубок так еще какой-то сундучок право право влево вправо влево вправо влево вправо влево вправо влево вправо влево вправо вправо влево вправо влево влево раза два три влево так серебряные его со статуэткой 100 золотых ну сейчас бабосиков все позамучиваем да у нас хотя нас так это бабло как говно хотя увидите ну принципе так вроде вы много-много но потом она так вот в один момент почти все и тратится у это даже без замка был 100 золотых и вот последний это уже без ключа это наверное ключ у кассе или у кого-то так ну он все вроде бы обыскали но работай работай братишка брейка это ловушка нереальная да она работает на муху хотя раньше не работала достаёт тебя где угодно и куста я вот как она меня пронзила вообще непонятно может надо вместо вашу капчи превратить как думаете то ёбаная тетя ты смотри на звук у нее это же не знаю как его пройти а ты давайте суждать на телепортирую кстати к 1 телепорты спробуем точно бы я чит вообще хозыграть сюда слаб хотя с другой строитель телепорта скорее всего не работает они нормально все да все путем все путем так у нас тут фолькер фолькер залу польки рублей привет фолькер за него были кое-что подсказать конечно что и на тебя интересуют так он стрельбе может обучать так карлс братишка ну что видишь что-нибудь почти ничего только один корабль зашел в порт корабль врачи похоже на то какой-то у него зловещий вид какой-то корабль зашел в порт корабль у которого зловещий вид а кто с этим всякие травки еще могут быть давать это все уже хорошенько так осмотрит а он еще корабль а какие-то останки тоже наверно то что то может быть да не будем спешить покажет ага так тут мы все смотрели значит это можно там сейчас пойти у того все посмотреть потом корабль посмотреть по что вы что-то тоже есть так бляха куда дальше то я че такое помню чтобы спалку от вылазили тут то ли луговой горе с где-то ростом то ли драконий корни те же самые он хрен с ним у меня с памятью все плохо да тут помню там не помню да не очень ясно откуда путь первым делом наверное я так думаю к тому месту где мы скипа находили в оригинале да наверно сначала откуда туда поплыть там бы наверно кого-то с третьего нам что-то расскажет хотя вообще что ли такое предчувствие что мы даже сможем по городу уходить до по хоренису может быть нас даже не убьет ну типа как в готике 3 да там типа орки то ее захватили но типа они с тобой будут разговаривать и сразу же драки в драк уступать не будут не что-то кажется что что-то такое в принципе на корабле толком ничего не было это он еще бутылка вина а куда две бутылки вина и две рыбины то есть принципе такие вещички таблида выплыве это братишка кстати все за счет что любопытно вот если вы бы мы не обучились плаванию дата как бы было бы потому что ну вдруг кто-то там протупил и салоне посмотрел ее плаванию не обучил ставить всякое может быть взял потратил очки обучения на что-то другое вот не совсем ясно то есть что просто допустим моду в тот же оригинал по он без плавания даже можно было бы пройти до там полу но если были моменты и уже что я так сейчас даже не вспомню то их на работе но здесь принципе все завязано на плавание практически всю игру мы вот так вот вручную плаваем до туда-сюда туда-сюда плаваем как бы и без этого бы грубо мы конечно никак бы не прошли 4 никого вроде бы не вижу они вот это есть да вот это походу жители хариин соси здесь видите да похоже на то кочевали типа сюда кстати вот еще интересно гильдия воров у то вот скрытая да но нас блин ключа нету к сожалению но вообще-то интересно можно ли будет попасть к ним это правда любопытно вообще очень очень интересно дал попробовать похорили существа да как как они тут все это сделали реализовали да как все будет выглядеть это правда очень очень любопытно так вот обычная горожанка давайте-ка перетрем может быть с ней может быть кошелек украдем или что-нибудь такое что ты теперь будешь делать не знаю до тех пор пока орки остаются в городе я пожалуй оставлю здесь я надеюсь здесь в безопасности нет охрабить ее нельзя о бальтром пальто ромище торговец сраный поглядите-ка солдат короля откуда ты взялся небось тоже в бегах в бегах счет и так решил а какие еще могут быть варианты так или иначе приветствую тебя не знакомятся я бальтром тарах бывший торговец из хориниса быть может ты пришел чтобы пополнить у меня свои запасы еды вот только к сожалению должен разочаровать тебя у меня сейчас почти ничего нет я был вынужден оставить свои товары оркам причем все задаром покажи мне свои товары так у него да у него нихрена нету в принципе бочка с вином ребята покупаем это же помните это по квесту по моему на сандра когда точно давайте посмотрим этот квест я че такой простой припоминаю хочу посмотреть вот проект для сандра к вот смотрите 10 кусков сыра 10 помидоров 10 короче окороков 5 мешков муки и главное целую бочку вина блин а кстати него 10 окороков а я взял этих окороков немного покушал так у нас даже почти все есть смотрите у нас есть 10 сыров да еще раз что это нужно так 10 кусков сыра 10 помидоров 10 корочков помидоров сколько у меня помидоров 10 у меня есть отлично вот только 10 окороков у меня короче говоря ним а бочка вина у меня есть да и 5 мешков 5 мешков муки вот еще что-то такое так вот у него есть и корочки давайте сразу наберем будем скуповать что такое да хорошо только удал . где брать мешки муки интересно я вовсе не в бегах я служу королевском военном корабле альбатрос который прибыл из венгарда ого что ты такое говоришь ты из венгарда а что же тогда делаете здесь хорились и у нас тут есть пара дел которые мы должны уладить по приказу короля правда вас посол король то не шутишь конечно не шучу с какой стати не рассказывать тебе сказки фу просто твои случая звучат так слишком здорово чтобы быть правдой прямо чудо какое-то а в чудеса я уже не верю пока что все новости что до нас доходили были плохими ну веришь ты мне или нет но факт остается фактом или может быть я думаю что я призрак не это на него не похоже то есть вы пришли что вы выдворите суда орков ну не сразу прежде всего я хотел был узнать что тут творится флот орков напал на город и почти мгновенно его захватил те жители кого не убили орки бежали из города как и я почему ты все еще здесь не слишком ли здесь опасно такой близости от орков ты прав если воркам придет в голову мысль навета за сюда то я даже думать про это не хочу но что поделать пока часть горожан остается в городе я не могу идти отсюда что в городе еще остались люди и взяли в плен или в плен нет к счастью нет те которые из них сумели спрятаться от орков в городе я же остался здесь чтобы помочь им сбежать однако к сожалению это уже невозможно где прячутся горожане они расположились погоди-ка я не уверен что тебе стоит об этом говорить ты хоть и носишь униформу суда-то короля но но что нет ты думаешь что я пойду к оркам и своим расскажу ну я не обижайся но я тебя не знаю у нас топали не только лорки вместе с ними были еще темные магии наемники о темных магах я слышал а что там насчет наемников что насчет них если ты прибыл из мертон это должен прекрасно знать об их существовании там полно наемников служащих орков жалкие предатели готовы у кому уход за деньги продаться почему побег больше невозможен потому что лорки перекрыли маршрут побега быть может и уже видел лестницу стоящую у скалы именно по ней мы поднимем беженцев на вглубь острова но об этом лучше поговорить с фари вам он уже расскажет тебе в чем именно заключается проблема с орками ты можешь доверять мне я родился здесь хоринист и меня зовут ровут я являюсь сыном баспера мастера по изготовлению луков что ты рован сын старины баспера чего же ты сразу не сказал ну поскольку я не по этой причине сюда прибыл но раз уж об этом зашла речь ты знаешь что своими родителями надеюсь они все еще живы а в это я могу тебя заверить я точно знаю что они были в рядах тех кто сумел спастись из города вот куда они в конечном итоге направились и этого я тебе к сожалению сказать не могу а ты сильно изменился уже несколько лет прошло с тех пор как ты покинул нас я бы тебя ни за что не узнал и все таки ты смотришь на меня так буду окончательно не готов не довериться парень пойми меня я все же тебя в лицо не знаю о жизни людей а жизни других людей зависит от меня что же нам делать хум есть идея если если все то что ты говоришь является правдой тогда тебе не составит труда сделать одно дело ну что ж выкладывай что-то не нужно сделать чтобы ты мне доверял при синий письмо своего командира с подтверждением вроде бы не такое же сложное дело главное чтобы не устояла печать короля но это же не станет для тебя проблемой не так ли думаю нет хорошая принесу тебя письмо еще что-нибудь нет этого будет достаточно присаж письмо и я все тебе расскажу эвакуация родитель по набирали на квестов но опять вот что я в одиссея не очень люблю да так это вот этот момент то что всегда ты приходишь новую локацию и первым делом тебе приходится вот перечитывать кучу диалогов да вот они прямо так вот как-то вот с корабля на балл делают в этой модификации вот если я приходишь там куча персонажей скажем то должен поговорить до чтобы подобрать квестов понять что надо делать и делали очень длинные это блин и честно язык уже начинает заплетаться порой вот так же и сейчас так сыр смола древняя каменная табличка 17 золотых кстати здесь тоже можно будет выучить иркендарский язык получается да давайте попытаемся прочитать позже быть поезд какая-то запись дневнике чертова знаю да я ничего не получается вроде бы запись дневники не появлялась так вот креветки 2 4 по обыске были у меня всего лишь 30 отмычек с этим говоря осталось ребята да надо будет надо будет короче говоря прикупить отмычек потому что это все извиняюсь ребятишки да потому что это все довольно-таки прискорбно без отмычек бегать да ух-х-х-х-х-х-х-х так побережье вроде буду больше тоса а ваши сундучок тупом походу не обыскивали да правильно 302 золотых вот эти вот опять таки да вот даже взять просто сейчас сравнить вторжение орков реализованное возвращение 2 и 0 и вторжение орков реализованы в одессеи 2 и 0 до на скрине мы увидели что в городе уже есть там какие-то эти послушники магов тьмы эксардас проповедуют статуя и наса заменена статуи бильяра да тут уже мы видим то есть типа как некоторые жители успели спастись до бегством и тут его прячутся там где раньше был скип то есть есть какие-то изменения и не сделали довольно таки реалистично на в принципе вот историю свою придумали его типа даже квесту что нужно им помочь по лестнице подняться наверх да вон эта лестница но там орки типа да то есть молодцы прикольно сделали опять таки ну ничего такого что там прямо оскароносный сюжет какой-нибудь да но во всяком случае что-то уникальное и довольно таки любопытное да и вот возвращение 2 и 0 то есть ты приплываешь всех перехуячили и твоя задача перехуячить всех орков до грубо говоря просто вот 2222 мода да вот один реально ахуенно сделали блять во всяком случае пока что до другой вот через жопу из так смотреть надо будет она потеряется так понимаю подняться и перегасить там орков я так думаю что их там немного будет это дать и по чуваки смогут свалить надо еще с фари вам поговорить как мы слышали да и надо еще вернуться на этот остров и вернуться на остров и там короче говоря да взять это письмо доказательства и вообще это по вам правильно пускай это некоторые бы умерли в ходе этого вторжения орков но вообще в этом плане было очень глупо возвращение двойной потому что ты на протяжении игры как бы помогал жить жителям хорениса да потом хуяк и просто в один момент они все умирают и у тебя возникает вполне логичный вопрос а нахуя и вообще им помогал вообще их зачем я их спасал да если в итоге они потом в 6 или 7 я уже не помню какой-то главе да они все умирают здесь вот прикольно сделали то есть кто-то умер а кто-то живой плюс всегда приятно встретить старых товарищи до из оригинала тот же фарим видите давайте его кошелек украдем 11 золотых да видите тот же фарим кстати него тоже первая фраза у него ты рыбака такая же забавная думал что тут дело будет немножко другой ты рыбак вроде похож да а вообще интересно как же ты только догадался и успокойся я не хотел тебя обидеть ладно проехали ты что в бегах нет я прибыл сюда на королевском военном корабле мы припули помочь вам что правда да но прежде чем мы займемся этим нам нужно точно разуздать здешнюю обстановку ясно лучше поговорить с этим с бальтрамом который следит там вон у палатки а то я не мастер длинных разговоров бальтрам сказал мне что ваш марсу маршрут побега был отрезан это так да эти проклятые ворки обосновались на маяке какое отношение имеет маяк маршруту побега прямое вон те лестницы у скалы ведут к нему по этому пути вы сумели вывести многих беженцев центральную часть острова но потом из города пришли ворки и заняли маяк понятно то есть ворков на маяке нужно устранить чтобы маршрут вновь заработал какой же ты сообразительный да именно это и нужно сделать болеть так что прикончу орков и у нас будет одной проблемой меньше так что ждать туда возвращаться на остров с фаранами возьмем те у гернота письмо и пойдем хуя четверков на на маяке да вроде бы и квест незамысловатые то есть люди хотят сбежать дальше и типа там на маяке орки они мешают пойди убей орков вроде бы ничего такого но все равно интересно да вот добавляют квесты и снова проклятые вороны мы не будем безопасности пока не очистим от них весь островок позаботься об этом я сумел поговорить с одним из жителей хориниса отлично что тебе удалось выяснить некоторые жители хориниса все еще прячется в городе ты серьезно как-то узнал об этом в бухте хориниса я встретил торговца бальтрама который рассказал мне об этом тогда эти люди в большой опасности то должен обязательно найти способ с ними связаться возможно их удастся спасти а заодно получить от них ценные сведения понятно проблема лишь то что бальтрам недостаточно мне доверять чтобы рассказать дети люди прячутся он боится что я шпион орков и хочет чтобы я доказал ему обратное он хочет получить от меня письма и подписанное подтверждение что я солдат на службе у короля это очень разумно с его стороны привезли мне такое подтверждение да с радостью лорд балды мне выпишет в этом нет необходимости он уже это сделал мы подозревали что тебя могут возникнуть подобные проблемы вот тебе письменное подтверждение от ворда балдвина в котором разъясняется кто ты такой но будь осторожен с ним никому посторонним его не показывай если они попой но попрет дурные руки это будет катастрофой сорками есть наемники которые помогали им при захвате хориниса очень интересно это очень важная информация хорошо что тебе удалось ее добыть она подтверждает мои опасения что этот ворочий флот прибыл из мертаны постарайся узнать как можно больше про наемников орков особенно то насколько они сильные кто их предводитель может быть нам как-то удастся использовать эту информацию для наших целей что же письмо получили да вот только вот в одиссеи есть один существенный косяк это вот этот беготня туда-назад да вот линейность этот беготня вот беги туда потом беги назад и этот часто повторяется такая хрень это то что в одиссеи конечно совсем не радует dax этим и получили квесту что очистить остров от варанов вообще странная думала что мы уже всех перегасили блять давид наш визуально что ты можешь туда запрыгнуть на ел корны бабай ну и и апта блять акробатику изучали а запрыгнуть не можем блять называется да исправно нахуя мы изучали акробатику если запрыгнуть мы не можем никуда блять а ебаная параша блять вот как не туда запрыгнуть чуть я не очень понимаю 10 вараны во первых остались которых надо перегасить я чуть реально думал то что мы всех перебили может это можно как-то проплыть я еще плохо помню честно эту этот островок да не не видай тут нифига такого где что творами могли то остаться непонятно нихуя непонятно блять что делать может тут где-то да просто мы я так думаю что если их там и осталось то парочка штук было бы прикольно сразу уже их добить пройти квест чуть пока что я не очень понимаю что что нам делать куда ползти куда идти до чтобы варанов найти прям уже рифмой заговорил ну талантливый человек он талантлив во всем да вот боделыч может и играть и одновременно рифмой всякие говорить да хуй знает короче блядите вараны чуть я не очень понимаю ну да это уже низ ты как восточно дался да ну да опасные вараны чуть я не понял дишь они еще могут быть если моему пещеру мы полностью очистили тут варанами и не пахнет это уже эрнстон стоит до какой-то непонятный момент просто не вообще-то квест такой да как бы до сраки если мы его не пройдем я это понимаю там там скорее всего нам дадут там опыта 100 да и золотых тех же может быть 100 то есть в этом плане как бы похер ну просто я больше как любопытно да где ж тут какие-то вараны которых я бог проебать бляду тут трава какая-то будет я еще шиндарахнулся спину себе сломал позвоночник вылетел один до теперь до конца жизни буду с поясом специально уходить который будет позвонок на месте держать дать и я думаю я это ради травки какой-то делаю окажутся хуй сраку блять что не в пещере опять появились как думать кто же помните мы потом пришли это в целых трое было они хуй сраку они 6 из пещеры и вышли ну да а вон да точно падла не реснулись блять пиздоватые варана я думаю делали прячьтесь скаты и ты ты последний из магикан да теперь по идее его можно сдать квайс правильно а это в той пещере прям долбятся да блять и свои яйца откладывают ну что ты сумел разобраться с варанами да отлично один беспокойство меньше вот возьми немного золота на тебе пригодится а ну чё 250 опыта и 200 золота в принципе награждение было получше чем я думал так я обычный компот скушали до значит карачки мы не едим ребята до караки вы туда экономим для нашего братишки сандра к потому что у нас уже весь провин практически есть для его квеста остается только найти эти мешки с мукой и как бы и все что же хорошо погнали отдадим бальтраму письмо да дадим бальтраму письмо 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 вообще как мы собирались качаться мы по мы собирались прокачивать дальше 1 ручку да уже на следующий очки обучение значит что мы делаем и значит поднимаем уровень обучаемся делать этот как его рудный меч до 4 очка обучения тратим оставшиеся очки давайте даже поэкономим может быть там на что-нибудь правда сам не знаю пока что толком на что и потом начинаем качать 1 ручку докачиваем до 60 потом то же самое делаем с арбалетом ну попутно может быть там какие-нибудь еще второстепенные навыки будем изучать там уже будем смотреть интересно насколько долго мы задерживаемся в хоринисе но тут в принципе только исследовать хоринис выпуска наверное на три на четыре да тогда мира даже больше чтобы полностью исследовать все эти заначки да все пещеры плюс то что может быть они опять-таки какие-то новые пещеры могли бы добавить там да или как-то расширить территорию мышь не знаем что они в этом моде добавили сама квестовая линия мне считаю что мы в хоринисе ребята так на достаточно долго можем задержаться вот так бальтрамище я достал письмецо у меня письмо с подтверждением вот прочти его отлично теперь я тебе верю ты действительно посланник короля а я что говорил теперь ты скажешь мне где именно в городе скрываются уцелевшие жители разумеется они прячутся в канализации хориниса раз ты сын баспера и родом из хориниса ты ведь знаешь как туда попасть конечно знаю будучи детьми мы там частенько играли в прятки это точно теперь когда ты это сказал мне это тоже вспомнилось вход канализацию заперта но это не проблема поскольку у меня есть ключ вот возьми его и свое письмо ты наверное тоже захочешь забрать назад разумеется было бы здорово если ты мне его вернул все это мы сделали так я не очень понимаю что не делать дальше ну мы подтвердили эту хрень вообще нам нужно типа как маяк очистить но в то же время в канализации есть еще жители так надеюсь не удастся пробраться в канализацию незамеченным надею наверняка орков полную в порту полного охраны рано не сначала над эти чуваков сюда привести правильно из канализации а потом уже их всех вместе наверное надо будет уже отправлять до у вверх по лестнице то есть наверное сначала мне нужно короче говоря тут разобраться а потом уже идти к маяку хотя общий хер его знает сейчас там крыс наверно полным полно будет как обычно да нет сразу люди я реально буду что сейчас как обычно только приходишь канализацию там эти крысы его лишь крыс до лечебная эссенция так отличненько ржавый топор алик эй откуда ты здесь взялся как видишься зашел через дверной проем да да ключ у боль трава получил а вообще-то меня удивляешь ты не ополчились из хориниса иначе я бы тебя знал и при этом ты носишь доспехи как солдата короля так тоже ты моё имя ровно я принадлежу к экипажу военного корабля альбатрос привыше сюда из венгарда из венгарда то есть столицу еще не захватили этого я не знаю но хоть что-то а где твой корабль безопасном месте в нескольких милях отсюда дабы орки его не заметили я же сошел на берег чтобы выяснить обстановку обстановку обстановка без безвыходная вот что я тебе скажу орки уже давно нам угрожали в основном из долины рудников но в этот раз они напали на город со стороны моря и даже сумели его захватить кто бы мог себе такое представить кто ты мое имя айрик когда-то я служил в армии как и ты я тренировал рекрутов в сражении мечом но потом бросил это дело и отправился на поиски приключений в конечном итоге я осел здесь харинесе вероятно это было самое идиотское решение которое когда-либо принимал какая-то какое-то время я организовывал здесь бои дабы держаться на плаву чему опущение было не очень-то рада когда заявились орки я разумеется принял участие в обороне города мы держались так долго как только смогли но численный перевес был слишком великий в конечном итоге нам пришлось отступить вражеский флот насчитывал по крайней мере 20 кораблей ох и внушительная же он выглядел король в наши дни может только мечтать о таком флоте сейчас большинство наших кораблей покоя по кораблей покой покоится на дне морском или же были захвачены орками прямо как те на которых они сюда приплыли что удивлен да да все прибывшие сюда корабли были бывшими кораблями королевского флота вот только забиты они были орками должен признать они выглядели несколько потрепанными но все еще пригодными для плавания по морю итак после нападения орков большинство жителей бросились бежать с вами голову через городские ворота однако некоторые не успели этого сделать поскольку орки заняли ворота счастью мы наткнулись на ханну которая рассказала нам что из гостиницы есть тайный вход в канализацию ну и вот так мы здесь оказались а чтобы орки нас не нашли мы забаррикадировали выход пока что мы здесь в безопасности вопрос только то в надолго ли кстати поговорить с остальными думаю они много чего смогут я поведать куда за тут то что я еще не люблю это сейчас это куча диалогов и всех их надо будет перечитывать это прям таки каторжный труд самый настоящий так вот там должна у нас быть по моему эта хрень да помните комната с решеткой да и тут какие-то сундуки еще дать все это сейчас осматривать так сундук пустой лечебная эссенция статуя бильяра нас мало интересует эссенция маны брата брата братишка парам парам пам пам очень за рычаг а а это есть эта комната с решеткой и а я уже обосрался потому что сам себе заперся прикольно да тут больше нету вещей раньше помню что полу лук был какая-то каменная табличка это скрижаль когда и зелья помню какие-то теперь тут уже ничего нету то есть реально прикольно типа безымянные уже все позабирал да и даже решетка типа открыто то есть четко я думал зайти поживиться ведь и сундук пустой там пусто и тут пусто да уже как бы безымянный нас опередил хотя некоторые хламу типа ржавых мечей мы еще даже можем по подбирать но это тип типа получается что безымянные эти вещи не трогал потому что да это мусор он такое говно не подбирает это наш род он все подбирает он парень и как это там скромный до один того тощу дверь помните который по квесту надо было вот она открыть там за этой дверью полно всяких прикольщиков давай сейчас пытаемся бо прям сразу открыто а тут даже что-то есть уже йора и зурис украсть его зелья будет просто лечебный эликсир привет ты торговец верно привет я зурис мастер по зельям покажи мне свои товары так с ним просто поторговаться никого диагонита с этим вот он есть огольный дождь но нам смысл покупать эту потому что банды надо 150 я у алексир сила по-любому берем я вряд ли как столько денег замучу до пояс магического отражения призыв демона тоже наверно ману а кстати на него на то 100 маны всего лишь что призыв демона божественная энергия звезд может купить она по ману повышает до до 400 золотых принципе битборда 5 денег потратили а продавать на толком ничего насколько я понимаю да вот настолько ржавые топоры до ржавые мечи 5 стрел туда продавать особо то даже и нечего есть так смотреть вот легкое ранение я сразу не пользуюсь правильно свет нам точно не нужен единая стрела огняная стрела да давайте такой вот хлам который мы точно все пользоваться не будем продадим вот когти шкуры рептилий клыки золотой кубок так шкуры овцы пускай даже будут мало ли тогда это мы тоже оставляем шкуры мараквориса потому что опять-таки хреново знает руку но когда-нибудь и пригодится так капли пускай будут лютня сельдь яйцо паузуна об мандибу краулера у нас он вообще смотрите хоть жопой жить давать тоже на рапана продаем и счет интересно мы там помните плюща нашли да вот до сих пор нас оторванный росток плюща интересно зачем он по идее что ждет должен будет приходиться шкуры варга шкуры волка эти гребешки тоже продадим так золотые подсвечники шкатулка статуи носа лестница серебряные кубки так ну кажется продали что было хорошо так мы значит купили алексир силой давайте на сразу выпьем ай божественную энергию звезд сразу прочитаем они нифига вам не повысила были но он пускай книжка будет но вдруг от покойства пригодится хрен с ним так сила плюс 3 того сила носа 98 ребятишки уже почти сотка у нас сила есть отлично давайте роману пополним было чувствую что скоро совсем она у нас закончится у нас 4 ягоды гоблина прикиньте так вот вольная крапива хотя община на ягоды гоблина дара так хавать потому что я уже сейчас так начал знаете думать что опять-таки этаж нужны коронные растения мы их не так часто встречаем да и в основном тратим на тот же самый эликсир здоровья правильно и тот же самый эликсир силы из драконьих корней и поэтому я сомневаюсь что мы вот так вот сможем эти эликсиры ловкости себе делать поэтому наверное нам вообще проще даже натуре вот так вот поступать давать до 55 как раз так падаю три штуки съедим одно оставим на всякий случай да то вдруг по квесту надо будет дал 55 у нас ловкость вообще же я так подозреваю что наверное мы не будем себе делать эликсиры ловкости ладно и давать на на этом репетички наш выпуск закончим следующем переговорим с оставшимися возможно поспим до рассвета и возможно уже пойдемте защищать маяка торгов что-то как-то так я как всегда благодарен за просмотр и за подписки за лайки до новых встреч пока